Я уже сказал, видно, что Дюргейм использует здесь два вида, что ли, независимых переменных или факторов. Это степень социальной интеграции, опять-таки, или солидарности, и степень нормативного регулирования. Значит, в случае, если эта степень достаточно нормативного регулирования достаточно низка, мы имеем высокий процент самоубийств. И в случае, если степень интеграции достаточно низкая, опять-таки, мы имеем в качестве результата высокий процент самоубийств. Дюргейм, в общем, исходит из того, что в каждом обществе существует определенная степень предрасположенности к самоубийствам. И что существует явление, которое он называет суицидогенные течения, что вызывало впоследствии критику очень часто. И что, в общем, конечно, спорно. Интересно, что статистический-то материал у него был, прежде всего, применительно, касающийся эгоистического и аномического самоубийства. Что касается альтруистического, то это маленькая главка, и он ограничивается просто несколькими примерчиками из жизни архаических обществ и всё. Он сопоставляет, опять-таки, он берёт, прежде всего, три типа общин религиозных. Протестантские, иудейские и католические. И сравнивает процент самоубийств в этих трёх типах общин. Он исходит из того, что наиболее высокая степень интеграции в иудейских общинах и, соответственно, регламентации. Средний уровень интеграции и регламентации в католических общинах. И, наконец, учитывая особенности протестантской религии и соответствующих общин, наименьше, наименее высокая степень интеграции и регламентации в протестантских общинах. И, соответственно, процент самоубийств наименьший в иудейских общинах, средний в католических и наиболее высокий в протестантских. И он использует, используемый им статистический материал, подтверждает эти выводы. Хотя, впоследствии, ученик Дюргейма, известный французский социолог Морис Хальвакс, кстати, книга его сейчас у нас была издана, и, кажется, у нас тут продается в киоске, под названием «Социальные классы и морфология». В своей работе 30-го года «Причины самоубийства» Хальвакс, который был хорошим статистиком, он показал, во-первых, он разрабатывает другую типологию самоубийств, которая уже не отвергает психологического элемента. и психологических факторов не отвергает самоубийства. И он различает три типа самоубийства – искупительное или экспиаторное, проклинающее и протестующее. Все они входят, по Дюргейму, собственно, в эгоистические и аномические типы, по сути. Так вот, Хальвакс, вы можете найти его имя в любом словаре, в циклопедии. Искупительное, проклинающее и протестующее. Так вот, Хальвакс показал, что, по сути дела, у Дюргейма здесь вкралась другая переменная, на которую он не обратил внимания, а именно, католики часто, чаще, гораздо, чем протестанты, проживали в городах, то есть в деревнях, а протестанты в городах. И здесь роль играл не фактор принадлежности к религиозной общине, не только и не столько, может быть, сколько фактор проживания в городе или в деревне. Но, как бы там ни было, эта работа тоже вошла в число классических и продолжает рассматриваться как классическая до сих пор, несмотря на то, что ее с разных сторон уже раскритиковали, как это происходит и с любой классической работой. В 1997 году в Оксфорде была конференция, посвященная столетию со дня выхода этой работы, и я участвовал в этой конференции, делал там доклад. В прошлом году вышел сборник, основанный на материалах этой конференции в Оксфорде, и там вышла моя статья о рецепции самоубийства в России. Они мне выслали книгу, но я ее до сих пор не получил. Боюсь, что она пропала. Они написали спасибо в письме, что вы участвовали. Книга, мы уверены, будет пользоваться большим успехом. Судя по тому, что она пропала, она действительно пользуется успехом. Значит, вот, наконец, четвертая и самая значительная по объему работа, Дюргейма, это его последняя работа, 1912 года. Она называется «Элементарной формой религиозной жизни». Элементарной формой религиозной жизни с подзаголовком «Тотемическая система в Австралии». «Тотемическая система в Австралии». Что такое тотем, я думаю, вы знаете. Австралия – это классическая страна тотемизма. Особая религиозная система, которая основана на вере, в родство человека с каким-нибудь видом животных, растений или даже неодушевленных предметов. Чаще всего животного определенного. Это животное служит своего рода эмблемой и символом клана. И сами люди из данного клана или племени считают себя родственниками определенного животного. Отсюда целая культовая система. Сами они себя считают тоже этим животным. И называют себя именем этого животного или растения. Надо сказать, что Дюргейм опирался на очень подробные этнографические описания жизни австралийских аборигенов, которые появились в то время. Это исследования Спенсера и Гиллина. Не Герберта Спенсера, а Болдуина Спенсера. Однофамильца Герберта Спенсера. И некоторых других. И он обращается для построения социологии религии к анализу первобытных обществ. Обосновывает он это тем, что в этих обществах религия выступает в наиболее чистом первозданном виде. И не засорена всякого рода научными или околонаучными построениями, которые внедрены в более сложные религиозные системы. Ну и плюс, конечно же, этот материал был более нейтральным в идеологическом отношении. Потому что во Франции в это время проблематика религии носила такой животрепещущий характер, злободневный. И Дюргейм хотел выбрать более спокойный материал. А учитывая его методологию, не так важно, собственно, на каком материале рассматривать. Раз есть некие универсальные закономерности, то не так существенно на каком историческом материале их рассматривать. С чем Вебер, конечно, бы не согласился. Кроме того, он для Дюргейма, так же как и для Спенсера, сложные общества это комбинации простых. И поэтому для того, чтобы изучать какие-то явления и понять явления, имеющие место в сложных обществах, Лучше обратиться к более простым, а дальше можно уже рассматривать более сложные варианты. Он, как и в случае с исследованиями самоубийства, отвергает всякого рода интерпретации религии, которые носят не социологический характер. Для него, прежде всего, важно отбросить все интерпретации религии, которые не трактуют ее как социальное явление. И он последовательно опровергает и натурмифологические столкования религии, очень популярные в 19 веке, оказавшие, кстати, определенное влияние на Маркса и Ингельса. В частности, была популярная теория, согласно которой религия возникает, а впоследствии и закрепляется, как обожествление неких природных сил, которые производят на человека сильное впечатление, которых он боится, от которых он зависит, и которым он вследствие этой зависимости и страха подчиняется и поклоняется. Так натурмифологическая школа Макса Мюллера и других доказывала, что не случайно люди поклоняются грому, молнии, солнцу и всякого рода землетрясения. Они все порождают у человека такого рода обожествления соответствующих стихий. Но Дюргейм показывает, что часто объектами поклонения, он в противовесе этому показывает, что объектами поклонения служат совершенно не страшные силы. Это может быть какой-нибудь ручеек, совершенно не имеющий никакого нехозяйственного значения, никакого ужаса не производящий, или какой-нибудь зверек, безобидный, безвредный, бесполезный. Это может какой-нибудь камушек быть, ну и так далее. Анимистическая теория тоже была популярна, разработанная тем же Гербертом Спенсером и Эдвардом Тайлором, которая объясняла возникновение религии верой в душу и в духов, и эту веру рассматривала как некий минимум религии, из которого вырастают более сложные религиозные системы. Такого рода представления, они мистические, возникают, согласно Спенсеру и Тайлору, из того, что человек стал задумываться над всякого рода таинственными явлениями психики, сновидениями и так далее, когда нужно было объяснить, а почему человек, допустим, во сне видит, что он там где-то ходит, где-то был в другом месте, а потом просыпается, видит, что он здесь, а не там, где он был, возникает представление о двойнике некой, ну и так далее. Но Дюргейм опять-таки опровергает это тем, что человек первобытный, он не аналитик, и ему ни к чему размышлять над какими-то философскими проблемами, он существо практическое прежде всего. Были теории, объяснявшие религию прежде всего верой в Бога, но существуют религии без Бога, показывает Дюргейм, и не только элементарные, первобытные, но и сложные. Например, буддизм, собственно говоря, это религия тоже, согласно многим специалистам в области буддизма, это тоже религия без Бога, потому что Будда, собственно говоря, не Бог, и так далее, и мы можем сказать, это я в таких случаях говорю, что Будда, собственно говоря, не Бог, а чемпион мира по достижению нирваны, и остальные буддисты стремятся так или иначе приблизиться к этому чемпиону, насколько только это возможно. Ну или конфуцианство тоже чисто этическая религия, где вера, собственно, в Бога практически отсутствует. Вера в сверхъестественное тоже популярная, определение религии через веру в сверхъестественное тоже популярная была, и даже в советские времена ее пытались соединять с определенным социологическим истолкованием, но Дюргейм показывает, что вера в сверхъестественное предполагает другую веру, противоположную, а именно веру в естественное. А эта вера в естественное возникает довольно поздно, примерно в 17 веке вместе с Великой научной революцией. Между тем, религия существовала задолго до этого времени во многих ареалах и так далее. Короче, он оставляет место только для социологической интерпретации религии, и для того, чтобы осмыслить этот феномен, он постулирует разделение мира на две фундаментально противоположные сферы, а именно сферу священного и сферу светского. Это деление на два мира, священного или сакрального и светского. Особенность священного, которая является как раз атрибутом религиозного, это то, что это область отделенного, запретного, того, чего нельзя безнаказанно касаться, что нельзя изменять по своему усмотрению. Это неприкосновенная сфера. И переход из сферы светского, мирского или профанного в сферу священного или сакрального, это переход в другой мир. Они радикально друг другу противостоят. И вот Дюргейм определяет религию как совокупность верований и действий, которые касаются сакральных, то есть отделенных, запретных вещей, верований и действий, которые объединяют индивидов в одну моральную общину, называемую в широком смысле церковью. Собственно, вся эта работа, которую многие считают главной работой Дюргейма и наиболее тонкой, потому что он написал ее в тот период, когда он отошел от механицистских и биологических всякого рода ассоциаций и влияний. Работа посвящена анализу, подробному анализу функций религиозных верований и ритуалов в австралийском обществе. И в целом можно выделить две главные, собственно, функции религии. Это, опять-таки, создание и воссоздание социальной солидарности и формулирование идеалов. Вот что, прежде всего, делает религия. При этом Дюргейм исходит из очень широкой трактовки религии. Для него, собственно, религия тождественна вообще всякого рода идеологии или ценностному ядру. И для него нет принципиальной разницы. И здесь он следует за Руссо. Принципиальная разница между собственно религиозным и гражданской обрядностью. В конце своей книги он пишет, собственно, с точки зрения социологии или с точки зрения социальных функций не так существенно, какая разница между, допустим, христианами, отмечающими некую дату из жизни Христа, и горожанами, которые собрались отметить некую дату из жизни своего города. И в том и другом случае главное с точки зрения социологии состоит в том, что эти ритуалы объединяют людей, тех, кто исповедует эти верования, те, кто предаются этим воспоминаниям совместным и так далее. Дюргейм исходит из, во-первых, социоморфистского взгляда на религию. Согласно этой точке зрения, общество – это реальный объект поклонения во всех религиозных культах. Дюргейм пишет, что верующий никогда не ошибается, когда он полагает, что существует сила, которая выше его. Эта сила не есть какой-то миф, эта сила существует реально, и это сила общества. То есть, иначе говоря, поклоняясь тем или иным сущностям, тем или иным символам, верующий в действительности поклоняется обществу. Поэтому, говорит он, нет религий, которые были бы ложными. Все они истинны на свой лад, потому что все они, так или иначе, в символической форме выражают социальную реальность. Это очень важный постулат, который впоследствии подвергался, конечно, энергичной критике и со стороны атеистов, и со стороны религиозно-мыслящих ученых, потому что и в том, и в другом случае эти постулаты, в силу очевидных причин, не могли удовлетворить этих людей. Но для Дюргейма важно то, что, собственно, любая вещь, в принципе, может быть священной, если она начинает символизировать определенные социальные сущности, социальные отношения. Для него священным, это священное, это не только уже существующее священное, но это процесс сакрализации, которому могут подвергаться самые разные вещи и объекты. Это очень существенно, потому что 20 век как раз продемонстрировал нам возможность принципиальную сакрализации всякого рода явлений и показал возможность, особенно под влиянием средств массовой коммуникации и пропаганды, возможность формирования светских культов, будь то культ фюрера в Германии или культ личности в СССР, культ Сталина или культ партии, которая провозглашалась некой священной сущностью в политической партии. Ну и так далее. И с этой точки зрения это, конечно, было большим вкладом в понимание такого рода явлений. Плюс изучение гражданской религии, так называемой термин, идущий опять-таки от Руссо. Это занимает большое место. Вот я, собственно, изложил эти основные труды. Хочу подчеркнуть опять еще раз, что каждый из них отличается очень такой композиционной завершенностью и даже красотой. Везде есть некий зачин такой, затем основная часть, потом выводы. Кроме оглавления, Дюргейм делает нечто вроде такого реферата, где излагаются основные постулаты в краткой форме. Мы находим у него своего рода конспект. Он старается в духе французской рационалистической традиции быть ясным, в отличие от немецкой традиции, где часто аналитики стремятся быть как можно более туманными, и в этом тумане, так сказать, какая-то мысль иногда и сверкнет, но попробуй ее там вылови, и потом наряду со светлой мыслью там и бреда немало. Поэтому туман он хороший, но как стимулятор часто, но в нем есть немало изъянов. Он же стремится быть прозрачным. Дюргейм стремится быть прозрачным, я еще об этом сейчас скажу. И эта прозрачность видна в том, что со взглядами Дюргейма можно соглашаться, не соглашаться, но мысль его, она разворачивается, она видна, можно с ней иметь дело, можно с ней полемизировать, можно наоборот опираться на нее, но во всяком случае это нечто более или менее ясное. И вот это требование ясности, идущее от Дюргейма, безусловно, у Дюргейма реализовано. Теперь я остановлюсь кратко на социальной ситуации во Франции, когда Дюргейм работал. Этот период принято называть периодом Третьей Республики. Третья Республика во Франции существовала с 1870 по 1940 годы, и она образовалась на осколках так называемой Второй империи, когда рухнул режим Луи Наполеона или Наполеона Третьего, когда Франция потерпела поражение в войне с Пруссией, когда произошла Парижская коммуна в марте 1871 года. И надо отметить, что вот этот первый период Третьей Республики, продолжавшийся вплоть до Первой мировой войны, был временем очень сложным в жизни Франции, и в какой-то мере напоминает и наше бытие, так сказать, последние лет 15, я думаю. Потому что это было временем для Франции такого кризиса социального, были дебаты, что вообще будет с нашей родной Францией, останется ли она вообще, что делать, по какому пути развиваться. Это было периодом унижения национального, потому что, повторяю, Франция потерпела поражение, и достаточно унизительное в войне с Пруссией. Предлагались разные пути дальнейшего развития страны. Одни считали, что будущее за укреплением традиционных институтов, церковных, клирикальных, монархических и так далее. Другие считали, что дело в сильной руке, и надо, чтобы была крепкая власть. Марксисты доказывали, что нужно установить диктатуру пролетариата и так далее. Там были и свои Жириновские, и свои там Зюгановы и так далее. Я не буду в это вдаваться. Это любопытные тоже предметы. Хотя, конечно, ясно, что история везде никогда не повторяется, и все оговорки, какие нужно сделать, считайте, что я их уже сделал. Но, тем не менее, это была ситуация кризиса и нормативного, и ценностного. И его-то как раз Дюргемий характеризовал как экономию. И, как писал он в тех же элементарных формах религиозной жизни, прежние боги стареют или умирают, а новые не родились. И если для марксистов, допустим, вот социальные проблемы тогдашней Франции, это прежде всего экономико-политические проблемы, и они должны быть решены с помощью радикального переустройства экономико-политического общества, то для Дюргема, так же, как и для Конта, это прежде всего религиозно-нравственный вопрос. И дальше уже можно говорить о других моментах. Для Дюргема политико-экономические вопросы наносили такой вторичный характер. И вот, поскольку он был гражданином и патриотом, его волновали эти все проблемы, и его, собственно, концепция солидарности, его теория солидарности, она вписывалась в тогдашнюю философию солидаризма, которая была чем-то вроде официальной философии Третьей Республики. И он внес вклад в формирование этой философии солидаризма. В целом, Дюргем был человеком таких демократических, либеральных взглядов, близким по духу реформистскому социализму. Социализму жаресовского толка, конечно, не большевистского. Поэтому не случайно многие участники Дюргемовской школы были социалистами реформистского такого толка. Он, конечно же, не считал, что нужно устраивать политическую революцию. И вообще он считал политические революции кровавыми спектаклями, в результате которых ничего не меняется. А подлинные изменения социальные происходят в результате длительных нравственных и ценностных изменений. Ему была близка идея переустройства общества на научных основаниях. Поэтому я когда-то опубликовал работу на эту тему о Дюргемовской школе в контексте Третьей Республики. И там выделил три главных таких символа идеологических Третьей Республики, которые были одновременно символами и Дюргемовской школы. Это солидаризм, о чем я уже сказал, сиентизм, то есть вера в науку. То, что общество можно и нужно переустроить на научных основаниях. В то время это было страшно популярно. И наука была тоже в Третьей Республике. На нее возлагались огромные надежды. И были идеологи, науки, такие как Эрнестр Энан и Политен и многие другие, которые исходили из того, что Францию можно по-настоящему обновить и вывести на широкую дорогу, так сказать, с помощью именно науки. Ну и, наконец, антиклирикализм и лаицизм, или торжество светского начала, что тоже было символом Третьей Республики. В то время во Франции многие исходили из того, что религия уже заканчивает свое существование. Бог умер, так сказать. И будущее за наукой, которая заменит религию в качестве такого средства санкционирования нравственных норм. И в то время это была очень острая проблема. Монастыри закрывались, многие выгоняли монахов там. Монастыри закрывали много конгрегаций в тот период. И хотя там не было таких кошмаров, может быть, как у нас, но тоже довольно активно велась борьба с церковью. И, кстати, отголоски до сих пор видны. Вот я был весной в редакции католической газеты, французской, Круа. И обратил внимание на то, что там здание, а там целый дом такой, здание, где в этом здании жил Жюль Ферри. Один из тех, кто как раз был инициатором. Он был министром образования. И он был инициатором отделения школы от церкви до того, дело воспитания находилось в руках церкви. И в то время впервые церковь была отделена от государства. И вот в этом доме жил Жюль Ферри. И когда я спросил журналиста там, а как он тут жил, значит, он говорит, да, вот этот Жюль Ферри, явно было видно, что он относится к нему довольно отрицательно. Но он говорит, это здание было тогда конфисковано, потом было возвращено все-таки. И теперь оно опять принадлежит какому-то консорциуму, который владеет этим. И там комплекс изданий католического толка находится в этом здании. Так вот, ряд антиклирикальных мероприятий и декретов было издано в то время. Повторяю, отделение церкви от государства и школы от церкви, внедрение светского начала в общество и расширение этого светского начала, это было очень серьезным таким делом и большим достижением, конечно, я думаю, в то время, хотя и это не обошлось без всякого рода злоупотребления и эксцессов. Теперь, учитывая все эти обстоятельства, социология Дюргейма была одной из попыток ответить на насущные вопросы, которые тогдашняя французская и европейская действительность ставила перед социальными учеными. И Дюргейм стремился посредством социологии, на эти вопросы ответил. Теперь несколько слов о бедейных влияниях, которые он испытал в процессе формирования своего социологического мировоззрения. Эти влияния можно разделить на три части. Наиболее отдаленные по времени, это влияние Декарта, Монте-Скей и Руссо. Декарт был родоначальником рационализма в европейской философии, в европейском сознании. И рационализм это свое родо французская национальная традиция. И Дюргейм был непоколебимым рационалистом. Он прямо писал, что мое главное намерение состоит в том, чтобы распространить сферу рационализма из области изучения природных явлений, где он уже утвердился, на область изучения явлений социальных. И здесь он выступал как продолжатель Декарта. И сам термин «правила метода» и само намерение его напоминает очень те намерения, которые вдохновляли Декарта в его рассуждении о методе. Монте-Скей, я говорил, что Дюргейм о нем написал латинскую диссертацию. И Дюргейм считал Монте-Скей наряду с Руссо одним из главных предшественников научной социологии. Ему импонировала прежде всего идея детерминизма у Монте-Скей, конечно, идея законосообразности социальных явлений, как и в случае с Контом. Ну и Руссо, Руссо, который, его органические аналогии, представления об обществе, как о надиндивидуальном образовании, все это тоже Дюргейму импонировало. Другая группа влияния, уже ближе к Дюргейму по времени, связана с именами Сен-Симона, Конта, Канта и французских традиционалистов. Я не буду долго останавливаться, скажу только что на этом. Скажу только что, если у Конта, мы говорили с вами, мы встречаем объективную и субъективную социологию, объективный и субъективный метод, то Конт отбрасывает его субъективную социологию, его субъективный метод, продолжая его объективную методологию и опираясь на нее. Это то, что ему было близко у Конта. В отличие, кстати, я замечу в скобках от субъективной школы русской социологии, представленной именами Михайловского, Лаврова и других, которые, наоборот, продолжали вот эту линию контовского наследия, а именно его субъективный метод. Ну и, если говорить уже практически о современниках Дюргейма, то здесь нужно указать на влияние философов Ренана, который был властителем Дума во Франции в то время, Эрнестр Ренан. Сейчас, кстати, его работы переизданы у нас «Жизнь Иисуса», «Антихрист», «Апостолы», автор «Благотомная история израильского народа» и так далее. Шарль Ренувье, известный философ тоже во Франции, очень влиятельный неокритицист, неокантианец. Эмиль Бутру, который преподавал у Дюргейма в высшей нормальной школе. Ну а среди социологов нужно отметить Спенсера, конечно, которому Дюргейм был гораздо большим обязан, чем сам признавал, на мой взгляд. Органицистов других, например, Шефле. Рецензия на книгу Шефле, известного органициста, немецкого социолога и государствоведа. Это была первая научная публикация Дюргейма. Теннис тоже оказал определенное влияние на него, безусловно. Ну и, конечно, Маркс тоже не мог ни определенным образом не влиять на Дюргейма. Он опубликовал работу, в которой выразил свое отношение к марксизму. Это рецензия на книгу Антонио Лабриолы, известного итальянского марксиста, профессора, автора книги «Очерки материалистического понимания истории». И в этой работе, она, кстати, есть в русском переводе, это работа Дюргейма, рецензия на книгу Лабриолы. Он пишет, что он считает верной мысль о том, что общество нельзя объяснять из тех идей, которые люди сами создают о нем. Это говорит верно мысль у Маркса. Но эта мысль, во-первых, представляет собой итог всего развития социальной мысли, и не только у Маркса мы ее находим. Во-вторых, она совсем не обязательно связана с идеей социализма, и, в-третьих, не обязательно связана с идеей классов и классовой борьбы. Поэтому здесь он, ну плюс он, конечно, отвергал экономический детерминизм Маркса. Теперь я остановлюсь на некоторых мета-теоретических основаниях Дюргеймурской социологии. Прежде всего, если говорить о его антологии, то есть представлении о реальности, то для него общество это реальность особого рода, или, как он любил повторять, это реальность суи генерис по-латыни. Дюргейм был социальным реалистом, то есть он исходил из того, что общество это особая реальность, но при этом его социальный реализм не носил столь экстремистского характера, как, например, у Людвига Гумпловича. Дюргейм рассуждает примерно следующим образом, так же, кстати, как и Вунт, допустим, или тот же Эмиль Бутру, о котором я говорил сейчас. Индивиды вступают между собой во взаимодействие, их индивидуальное сознание ассоциируется, и этот синтез порождает новую реальность, которой не было до того, как индивиды вступили между собой в контакт. И вот это, хотя общество и социальная реальность есть, конечно же, результат межиндивидуального взаимодействия, но как только этот результат достигнут, этот синтез начинает жить своей собственной жизнью, и уже начинает влиять на ту основу, которая его породила, то есть на индивидов. Так же, говорит он, как это происходит и в случае с психикой. Психика есть в значительной мере результат физиологического субстрата, но при этом мы не можем объяснять все процессы, которые происходят в психике, теми процессами, которые происходят на физико-химическом или биологическом уровне, так и в социальной реальности. В методологии положение о том, что общество это есть особая реальность, соответствовал постулат о том, что раз общество это особая реальность, значит и наука об обществе, то есть социология, это особая наука, которая не сводится к наукам, изучающим индивида, и прежде всего психологии. Поэтому антипсихологизм это один из главных, что ли, постулатов дюргеймовской мета-теории. В то время психологизм в социологии был весьма влиятелен, и для дюргейма с его точки зрения социология, как самостоятельная наука, все еще не создана. И для того, чтобы ее создать, ее нужно освободить от влияния психологии и психологизма. И что интересно, при этом он следовал примеру этой же самой психологии, которая выступала для него как своего рода теоретико-методологический прецедент. Мы с вами говорили уже, что психология как наука возникла раньше, и институционализировалась раньше, чем социология. И поэтому, выступая против психологизма, дюргейм следовал примеру той же психологии, которая освободилась от влияния философии и физиологии раньше. И здесь любопытный такой феномен. Ну, антибиологизм тоже был другим лозунгом дюргейморской теории, хотя и он был не столь актуален уже в то время, как антипсихологизм. Но при этом он выступал против психологизма с позиции, конечно, коллективной психологии, подчеркивая, что социальная психика не сводима к психике индивида. Отношение к философии, если говорить о методологии дюргейма, отношение к философии у него было двойственным, о чем я уже упоминал. С одной стороны, он провозгласил одним из признаков настоящего социологического метода независимости от всякой философии, а с другой стороны, он признавал, как я уже говорил, что всегда оставался в каком-то смысле философом, и многие проблемы, которые он ставил, в общем, были философскими по самой своей постановке. Социология, ее наука едина по дюргейму, и поэтому социология, в принципе, должна ориентироваться на методологию естественных наук. Здесь он тоже продолжал линию объективной социологии Конта, и здесь его позиция была достаточно определенной. Еще принцип социальной факты нужно рассматривать как вещи, я уже называл. И что это значит, я тоже говорил. Это тоже очень важный постулат дюргеймской методологии. По дюргейму социолог, приступая к изучению своего предмета, должен отбросить все те представления об этом предмете, которые он имеет, которые он подчеркнул из-за выденной жизни. Он должен изучать, и из социологии нужно устранить все предпонятия, то есть понятия, образовавшиеся вне науки. Понятие и предпонятие идет от Фрэнсиса Бэкона. И так же, как физик, когда он изучает свой предмет, отбрасывает то, что он знает о нем из-за выденной жизни, так и социолог должен отбросить то, что он знает о нем из-за выденной жизни, потому что это может расходиться с истинным знанием. Обыденное знание, условно говоря, говорит нам о том, что Солнце вращается вокруг Земли, а научное говорит о том, что дело стоит как раз наоборот. Так и в социальной науке. Ученый должен быть готов к тому, что его знание о предмете будет расходиться с обыденным знанием. Характерная черта дюргеймовской методологии – это постоянное стремление соединять теоретические и эмпирические уровни. И это было большим достижением, конечно. Чтобы он не изучал, он стремится соединять эти два уровня исследований. Еще один важный принцип дюргеймовской методологии – это требование отдельно изучать причины и функции социальных фактов. Одно дело, почему существует тот или иной факт. Другое дело, чему он служит в социальном смысле, говорит дюргейм. И при этом он требовал различать функции и цели социальных явлений. Что он понимает под функцией? В работе о разделении общественного труда… Кстати, я замечу, что дюргейм считается одним из основоположников структурно-функционального подхода в социологии или попросту говоря структурного функционализма. Под функцией пишет он в работе о разделении общественного труда «Функция» понимает обычно, что слово «функция» имеет два значения. Во-первых, оно обозначает систему жизненных движений, независимо от того, каковы их результаты. В этом смысле мы говорим, что дыхание – это функция, пищеварение – это функция и так далее. Во втором смысле слово «функция» используется тогда, когда мы хотим обозначить отношение соответствия между этими движениями и определенной потребностью организма. Отношение соответствия между некими жизненными движениями и определенной потребностью организма. В этом смысле говорят, например, что функция дыхания состоит в том, чтобы снабжать организм определенными нужными ему веществами, и функция пищеварения состоит в том, чтобы снабжать организм нужными ему веществами, функция кровеносной системы состоит в том-то и том-то. Вот в этом втором, говорит он, значении мы будем использовать этот термин. А именно, под социальной функцией он понимает соответствие того или иного явления определенной потребности социальной системы. В этом смысле, говорит он, спрашивать, в чем функция разделения труда, значит спрашивать, какой социальной потребности оно соответствует. То есть, иными словами, для Дюргейма прототипом понятия, социологического понятия функции выступает биологическое понятие функции. Надо сказать, что в зависимости от колебаний в истории социологии 20 века, Дюргейма интерпретировали то, как функционалиста прежде всего, то, как эволюциониста, выдвигая на первый план то одну сторону его творчества, то другую. Ну и это естественно. Я думаю, что можно найти у него и то, и другое, хотя, конечно же, он делал акцент на том, чтобы исследовать не столько происхождение тех или иных явлений и их эволюцию, сколько их функциональное значение. И поэтому не случайно он оказал влияние и на британскую школу функционалистскую, в культурной антробологии, в социологии, и на Бронислава Малиновского, и на Редклиф-Брауна, и на других. Как справедливо отметил французский социолог Мохаммед Ширкауи, мы находим у Дюргейма два типа объяснения. Один тип объяснения через закон, когда он объясняет то или иное явление через, ну, дедуктивным образом, через определенные закономерности. И второй тип объяснения через порождающие механизмы. Он прибегает к этим двум типам объяснений, и можно найти в разных его исследованиях вот два типа таких объяснений. Я думаю, что он здесь прав. Я имею в виду Мохаммеда. Теперь несколько слов об антропологической теории Дюргейма. Я уже говорил раньше, что каждая более или менее фундаментальная теория общества предполагает некую теорию человека, или, иными словами, теоретическая социология и философская антропология так или иначе идут рука в руку. Так было и с Контом, и с Марксом, и так далее. И у Дюргейма, конечно же, была такая теория человека. Дюргейм посвятил две работы в проблеме так называемой двойственности человеческой природы. Согласно Дюргейму, человек – это прежде всего то, что он называет гомодуплекс, то есть человек двойственный. Это двойственное существо, в котором сосуществуют, в котором борются, в котором определенным образом взаимодействуют, мирятся. Два, по сути дела, человека. Это человек индивидуальный и человек социальный. Человек индивидуальный представлен биопсихической стороной человеческой натуры. Человек социальный представлен прежде всего социальными нормами, ценностями и тому подобное, выступающими в различных воплощениях. Отсюда мы находим у Дюргейма в его творчестве постоянное такое сопоставление и противопоставление таких вот понятий дихотомических пар, которых одна сторона, одни понятия воплощают одного человека, так сказать, другие – другого. Мы видим эти понятийные пары в следующих воплощениях. Это, с одной стороны, индивидуальные факты, с другой стороны, социальные факты. С одной стороны, мы находим у него понятие индивидуального сознания, с другой – коллективного сознания. С одной стороны, понятие индивидуальные представления, с другой стороны – коллективные представления. Кстати, его работа 898 года, классическая работа, оказавшая влияние на психологию, вопреки его антипсихологизму, так бывает, он оказал довольно значительное влияние на психологию. Так вот, эта статья, которая называется «Индивидуальные представления и коллективные представления», она – это классическая работа, и вот эта тоже понятийная пара весьма характерна для его творчества. Она, кстати, тоже есть в русском переводе. И, кстати, я ее перевел на русский язык и обнаружил там три ошибки в оригинале французском. Поэтому, когда вы, если ее прочитаете, вы увидите, я в примечаниях указываю там на эти ошибки, которые есть во французских изданиях и которых нет в нашем. Я показывал это коллегам французским, они один особенный там специалист по Дергееву. Две признал, третья, правда, не признал, но, по-моему, все-таки прав я, а не вот. Так вот, ну, чисто такие там есть, видно, что по контексту там должны быть другие слова. Так вот, с одной стороны, светское, воплощающее, опять-таки, индивидуальное начало в человеке, с другой священное, представляющее коллективное начало. С одной стороны, эгоизм, с другой, альтруизм, ну и так далее. Вот, эти понятия, они характеризуют вот это вот Дергеймовское представление о двойственности человеческой натуры. если говорить о его философской антропологии, то нужно иметь в виду, что Дергейм исходил из вот из чего, что Дергейм, то есть, извините, что человек нуждается принципиально, человек как род, нуждается в двух вещах. Во-первых, групповой принадлежности и групповой идентификации обязательно человек должен принадлежать какой-то группе, к обществу и так далее. или то, что Хемингуэй там когда-то сказал, человек один не может, так он выразил, можно сказать, Дергеймовскую мысль. А второе, это то, что человек нуждается в нормативном регулировании. Иначе, если нет никакой регламентации, никаких норм, то человек, его потребности, аппетиты, устремления не знают удержу, и тогда человек, как мустанг необузданный несется неизвестно куда, и он может либо убить, либо покончить самоубийством, либо вообще всякого рода болезненные с ним могут происходить процессы. Поэтому вот эта вторая базовая, если угодно, человеческая потребность по Дергейму присуща человеку. Но это он прямо так не говорит, это я, так сказать, экстрагирую из его творчества. Характерные понятия Дергейма, это некоторые я уже называл, это коллективное сознание, коллективные представления, которые выступают и как нормы, и как ценности, и как логические категории, потому что по Дергейму формы мышления, они тоже имеют социальное происхождение, и здесь существует классическая работа Дергейма, написанная совместно с Марселем Моссом, его учеником и племянником, которая называется «О некоторых первобытных формах классификации». Это одна из классических тоже работ 1903 года, она есть тоже в русском переводе в сборнике работ Марселя Мосса. Священное и светское тоже характерное понятие Дергейма, аномия, понятие, которое ввел в оборот французский философ Жан-Мари Гюйо, современник Дергейма, весьма популярный во Франции на рубеже 19-20 веков, но Гюйо понимает под аномией положительное прежде всего явление, это явление, когда наступит вот это безрелигиозное существование, одна из, кстати, популярных книг Гюйо называлась «И религиозность будущего», в русском переводе она вышла под названием «Безверие будущего». Так вот, для Гюйо аномия это будущее состояние человечества, когда люди не будут руководствоваться некими внешними принудительными нормами, а будут сами управлять собой, и они не будут нуждаться во всякого рода таких стесняющих человека нормах, в том числе религиозных, всякого рода институтах. Дюргейм же понятие аномии приписывает совсем другой смысл. Для него это признак болезни социального организма, признак социального недомогания, для него это состояние безнормное, когда человеческие потребности, аппетиты, биопсихическая природа человека не находит вот этого самого необходимого ей нормативного начала. Впоследствии понятие аномия конечно трансформировалось по своей семантике и сегодня оно означает другое. У Мертона в частности понятие аномия приобретает другой смысл. Я сейчас не буду на этом останавливаться. если для Дюргейма аномия это отсутствие нормативного начала, то для Мертона аномия вырастает из противоречивости нормативных систем, когда одни предписывают одно нормы, а другие другое. Теперь я остановлюсь еще на школе Дюргейма. В отличие от многих других социологов Дюргейм создал школу и эта школа играла очень важную роль во французской социологии во время Третьей Республики вплоть до начала Второй мировой войны, да и после представители этой школы продолжали работать во Франции, хотя влияние, конечно, было уже утрачено после войны этой школы. Дюргейм вокруг его журнала социологический ежегодник, как я уже сказал, сгруппировалась команда единомышленников, представителей разных социальных наук, лингвисты там были, в частности, выдающийся французский лингвист Антуан Мерье был тоже участником Дюргейм русской школы, специалист по индоевропейским языкам, некоторые его работы переведены были на русский язык. Этнологи, в частности, Марсель Мосса, о котором я сейчас уже говорил, его книга, две книги уже изданы, Марселя Мосса, одну я издал в 96-м году, куда вошли шесть его работ с послесловиями и комментариями, в том числе знаменитая работа «Опыт о даре форма и основание обмена в архаических обществах». Это классическая работа, от которой берут начало такие дисциплины, как социальная антропология и экономическая антропология, наряду с Брониславом Малиновским. Марсель Мосс, один из родоначальников социальной антропологии. После смерти Дюргейма Марсель Мосс возглавил французскую социологическую школу и в 20-е годы ему удалось издать два тома снова социологического ежегодника. Правда, потом он опять перестал существовать из-за финансовых и других причин. А с 49-го года существует третья серия журнала «Социологический ежегодник» и по сей день выходит два раза в год. И в прошлом, уже в позапрошлом году я издал там статью в этом дюргеймском журнале под названием «Советский и постсоветский дюргейм», где попытался показать как воспринимался дюргейм в советское и постсоветское время. Марсель Мосс, помимо той работы, о которой я упоминал, написанной совместно с дюргеймом о некоторых первобытных формах классификации, она тоже вошла в этот сборник. Он автор интересных работ в области изучения религии. Эти работы вошли во второй сборник, вышедший в прошлом году, сборник трудов Мосса в Петербурге вышел. О магии, о жертвоприношении и некоторые другие. Мосс автор известной также работы о даре. Это интереснейшая тоже работа, о которой я упоминал. Мосс показал на огромном материале, что в обществах, в которых нет денег в той или иной форме, обмен осуществляется в форме даров. даров и которые циркулируют непрерывно между индивидами и между группами. Причем дар это не чисто альтруистический акт, это дар предполагает возмещающий ответный дар. И Мосс проанализировал тройственную обязанность давать, брать и возмещать. и вот эта циркуляция даров чрезвычайно важное явление, которое собственно создает единство и обществ, и меж социальных структур. Он исследовал в частности достаточно детально знаменитые обычаи североамериканских индейцев потлач, на которые обратили внимание еще до него другие. Когда ранг индивида в племени зависит от того, какой потлач он сможет устроить. Потлач это обычай устройства перов, всякого рода одариваний соплеменников. Иногда часто он сопровождается соревнованиями в расточительстве. Если человек условно говоря хочет стать вождем, то он должен устроить самый роскошный потлач. И иногда за один-два дня истребляются буквально имущества наживаемые в течение многих лет. Иногда это просто выбрасывается в море богатство и человек ранг его в племени зависит от того, какого рода потлач он может устроить. Ну и так далее. И работа я вам рекомендую при случае прочитать. И наконец назову просто из таких классических работ Мосса тоже его работу техники тела, которая тоже вошла в тот сборник 96-го года, который я назвал общества обмен личность с подзаголовком труды по социальной антропологии. В этой работе он показывает, что даже такие универсальные, вроде бы неизменные явления, как способы дыхания, походка, способы бега, плавания и так далее, они тоже задаются в значительной мере культурой и социальными нормами под влиянием обычая, моды и так далее. Люди по-разному ходят, по-разному сидят в разных обществах и даже дышат по-разному. Эта работа положила начало в целой тоже отрасли социологии человеческого тела. Надо сказать, что Дюргейм из его последователей можно назвать еще многих других выдающихся ученых. Джордж Дави, который внес вклад в социологию права, Франсуа Семиан, специалист по экономической социологии и эконометрии и многие другие, которые получили широкую известность. Я не буду всех называть, но это можно найти. Обращаю ваше внимание на то, что если вы встретите его выражение «французская социологическая школа», то это речь идет не о всей французской социологии, а именно о школе Дюргейма. Иногда эти понятия используются как синонимы, потому что во времена Дюргейма существовали во Франции и другие школы конкурирующие. Это и социологи, группировавшиеся вокруг международного социологического обозрения и международного института социологии, и последователи Фредерико Лепле, известные тоже под названием «Школа социальной науки» и «Школа социальной реформы», и католические социологи. Но именно Дюргеймовская версия социологии утвердилась во французской университетской системе и в системе школьного образования, несмотря на то, что финансовое положение школы было, может быть, хуже, чем у других школ. Надо сказать, что у Дюргейма мы находим и одно из первых подразделений социологии на отдельные отрасли и социологические дисциплины. Дюргейм делил социологию в целом на три части. На социальную морфологию, социальную физиологию и на общую социологию. социальная морфология по Дюргейму изучает географическую основу населения в связи с социальной организацией, то есть территориальное распределение обществ по поверхности земли. Так если эта часть связывает социологию с географией. И второй аспект социальной морфологии или вторая сторона социальной морфологии это изучение населения, его объема, его плотности, его собственно эколого-демографические такие факторы. Социальная физиология, вторая отрасль социологии это собственно изучение систем различных социальных институтов. и эту часть он подразделял на шесть таких частей это социология религии, социология морали, социология права или юридическая социология, экономическая социология, лингвистическая социология или социология языка, и наконец эстетическая социология или социология художественной культуры, как мы бы сказали. Социология религии, социология морали, социология, права, экономическая социология, лингвистическая социология и эстетическая социология. Обратите внимание, что здесь нет социологии и политики, и это не случайно, и связано это с тем, что для Дюргейма политические институты не столь важны, я уже упоминал об этом, для него главная все-таки сфера это мораль и религия. И наконец общая социология, третий элемент, изучающая общие аспекты и факторы социальной жизни. Теперь я кратко остановлюсь на значении Дюргейма в истории социологии. Дюргейм это человек, собственно, которому социология обязана своим существанием, и тот облик, который она имеет, имела в 20 веке и имеет сегодня в значительной мере, как раз связан прежде всего с его вкладом. Дюргейм один из родоначальников социологии и как науки, и как предметов преподавания и как профессии. Он внес вклад в самые разные отрасли социологии и в общую социологию, и в социологию морали, и в социологию права, и в социологию религий, и отклоняющегося поведения и так далее. Некоторые понятия его социологии до сих пор входят в понятийный аппарат социологии, например, понятие аномия. Часто сегодня, правда, мы не отдаем себе отчет в том, что тот язык, на котором мы говорим в социологии, это в значительной мере язык, созданный Дюргеймом. Мы не задумываемся над этим, и это естественно, потому что это уже как свой рода нам представляется естественным и всегда существовавшим этот язык, но он был когда-то создан в том числе в значительной мере благодаря усилиям Дюргейма. Как вы уже, наверное, заметили, для Дюргейма характерна трактовка общества прежде всего как солидарного, как консенсуального целого. И здесь исследование социального согласия, это традиция Дюргейма и модель общества как солидарного целого, она характерна для Дюргейма, он продолжает здесь традицию Конта в противовес конфликтной модели, представленной, допустим, социальным терроризмом или Марксом. Важно и то, что для Дюргейма мораль – это не просто некий такой эпифеномен, как для Маркса, например, а это практическая реальная сила и все, что не имеет морального фундамента, морального основания, все непрочно по Дюргейму. Это, я думаю, очень важная такая идея. Дюргейм не был противником конкуренции, но он считал, что конкуренцию нужно не отменять, ее нужно опуздывать ради нее самой. И это тоже очень плодотворная мысль, которая сохраняет свое значение сегодня, на мой взгляд. Ну и, наконец, если говорить об общей теории, то Дюргейм внес, основной его вклад в этом смысле состоит в понимании общества как ценностно-нормативной системы. Для Дюргейма общество – это прежде всего система нормы ценностей. И хотя он, может быть, не задавался вопросом о том, а как, собственно, формируются социальные нормы, как они складываются, как они воспроизводятся, но эта сторона развивалась другими. Но с другой стороны это было восприятие норм как уже данных, как уже существующих. Это важная заслуга Дюргейма. Потому что если бы социологи, я в связи с Зимелем об этом говорил в прошлый раз, если бы социологи постоянно думали о том, откуда берутся нормы и как они каждый день возникают, то изучать социальную реальность было бы невозможно. И хотя сегодня социология чаще озабочена мыслью о том, как свести общество, нормативную систему к порождающим их действиям. Тем не менее, так же, как в физике, ученый не может каждый день задумываться, физик, над тем, а как возможна природа, а как она каждый день воссоздается. Он берет ее как данность. Так и в Дюргеймурской традиции общество, нормативная система, ценностные системы берутся как данности, с функциональной точки зрения изучаются, не оставляя в общем стороне, может быть, на какое-то время исследования того, как они возникают или как они каждый день воссоздаются. Но повторяю, если бы каждый день социологи над этим задумывались, это наступал бы эффект сороконожки. И вы знаете эффект сороконожки, что сороконожка не могла бы двигать своими сороконогами, если бы она постоянно думала над тем, как эти ножки ее двигаются. И она это делает, но эти ее движения были бы невозможны, если бы она постоянно задумывалась, как происходит движение всех ее этих лап. Так и социологи. Часто наши метафизики социологические, они озабочены все, но это не те социологи, которые постоянно изучают общество, это социологи, которые изучают социологов. Так вот, социологи, которые изучают социологов, пытаются им все время внушить мысль, что они не должны вообще говоря изучать то, что они изучают, они должны задумываться над тем, как это все возможно. Но если, не дай бог, они бы их послушались, то изучать общество они просто не могли. Поэтому здесь тоже своего рода разделение труда существует и должно существовать. Потому что одни изучают общество, а другие изучают то, как надо изучать общество. Как говорил один мой знакомый, методолог – это не тот человек, который говорит о том, как надо шить сапоги, а это человек, который говорит о том, в какой позе надо сидеть, чтобы шить сапоги. Так вот, такого рода тоже и позу нужно изучать, но только это другой жанр. В целом, можно сказать, что в 20 веке, если в какой-то стране присутствовала социология, то вместе с этим в этой стране присутствовало и имя Дюргейма. Ну и в конце концов, я хочу, конечно, отметить, что так же, как и в случае с другими классиками, сказать о том, рассказать о Дюргейме в небольшой лекции невозможно, поэтому я рассматриваю опять-таки наш сегодняшний разговор только как стимул к тому, чтобы вы, чем бы вы ни занимались, как стимул к тому, чтобы вы обращались к наследию этого классика в том числе, для того, чтобы ваши занятия были более успешными и плодотворными, чтобы вы не изучали. Вот. Ну, собственно, и все, что я хотел сказать. Сам лично я занимаюсь творчеством Дюргейма очень давно. Со студенческих, наверное, лет я впервые познакомился с творчеством Дюргейма. У меня дома лежали его книжки еще с тех пор. И хотя мне приходилось много чем заниматься в жизни, в социологии, некоторые коллеги думают, что я вообще кроме как Дюргейма в жизни ничем не занимался, хотя это не так. Но думаю, что это просто... Сам Дюргейм говорил, что полезно одному из своих учеников взять классика и изучить все его творчество во всех его нюансах, чтобы использовать это как своего рода школу мыслей. И с этой точки зрения и Дюргейма, я думаю, полезно исследовать. Не для того, чтобы становиться Дюргеймянцем, а для того, чтобы, как и вообще классики, подходить инструментально и не использовать его творчество, опять-таки, как школу мыслей и в значительной мере инструментально. Так вообще к классикам надо, на мой взгляд, подходить. Сегодня, кстати, творчество Дюргейма продолжает изучаться в мире. В Оксфорде существуют британские центры дюргеймовских исследований, которые издает ежегодник под названием «Дюргеймовские исследования». Раньше он выходил в Париже. Продолжают выходить исследования его творчества. Так что это наследие продолжает существовать. Его, конечно, это наследие подвергается и критике, как и в случае с любым классиком. Если это классик живой, то его обязательно критикуют и продолжают обсуждать. Но это значит, что его наследие живо. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Нет вопросов? Ну тогда всего вам хорошего и до следующей среды.